Ни одна семья не переехала с Базайска из-за угрозы оползня. Напомню, сход ко мне прогнозирует на горе Вышка. Как скоро это может произойти, неизвестно. Ученым понадобится на исследование как минимум месяц. За последние 10 лет земля сползла на 1,5-2 метра. Именно в это время активно шла выработка под горой. Как только специалисты соберут нужные сведения, они ответят, как лучше избавиться от угрозы. Укрепить склон, взорвать или вывести опасную массу. А пока за объектом будут наблюдать, если понадобится круглосуточно. Это позволит заранее предупредить местных жителей о надвигающейся опасности. Про этот оползень никто не забывал. Можете спросить местных жителей. С определенной периодичностью, особенно когда сходил снежный покров, сюда всегда уезжали спасатели. Если вы зайдете на гору наверх туда и сможете в них спуститься, там, да, пусть может быть не научно, но были выставлены маячки. Мы за этим наблюдали. Если бы были какие-то движения, мы бы естественно среагировали. Об угрозе оползня на прошлой неделе сообщил вице-мэр Владислав Логинов. Тогда же появилась информация, что ситуацию спровоцировал местный житель. Он якобы разрешал всем желающим брать из своего участка камень для отсыпки дворов. Из-за чего слои на горе разделились и начали сползать. Мужчину очень удивило такое обвинение. Я чувствую совсем дурной, чтобы под себя подкапывать гору, чтобы она обрушилась на мой дом. Я жил 11 лет, а вывозили с 60-х, когда здесь карьера была, строили дорогу на Дивногорск. Здесь разрабатывали, вот это все было разработано. Продолжение следует...